В 18 лет жизнь только начинается. Впереди работа, семья, дети. У Виктории Ясель в свои 18 работа уже была, а вот обо всем остальном девушка пока даже не думала. Вика училась в Белорусском институте правоведения на заочном отделении и параллельно работала продавцом в столичном магазине автотоваров. Каждый день молодой девушки начинался одинаково. В 6 утра звенил будильник, Вика просыпалась, завтракала и быстро собиралась на работу, чтобы успеть на электричку до Минска. К слову, сама девушка проживала в городском поселке Михановичи вместе со своей семьей. Дорога до работы не близкая, но деваться некуда. Вика не могла сидеть на шее у родителей, а других вариантов у нее пока не было. Закончив в прошлом году колледж бизнеса и права, где девушка училась на юриста, она мечтала работать по специальности. Но без высшего образования было трудно найти подходящую работу, поэтому по знакомству на время учебы ей помогли устроиться продавцом в магазин автотоваров. В тот день, 20 августа 2014 года, все было как обычно. Вика благополучно добралась до работы, открыла в 9 часов утра павильон, и первые покупатели не заставили себя долго ждать. Первая половина дня пролетела незаметно. Уже ближе к обеду Вика набрала номер мамы, чтобы узнать, как у нее дела, а заодно и похвастаться хорошей выручкой. Девушка всегда звонила маме с работы, чтобы она не волновалась и знала, что у дочери все в порядке. Этот разговор Вики с мамой был последним. Пообщавшись по телефону, девушка решила немножко перекусить. Она закрыла павильон и побежала в ближайший магазинчик. А когда вернулась на рабочее место, то обнаружила одно непрочитанное сообщение в социальной сети. Это был Кирилл Поборцев, с которым они не общались уже более полугода. Кирилл обманул Вику, и девушка в сердцах сказала больше ей не писать и не звонить. Молодые люди раньше очень хорошо общались, и между ними даже была симпатия. Но потом Кирилла забрали в армию. Их общение не прекратилось и тогда. Однако, когда у парня бывали увольнения и отгулы, он не спешил пообщаться с Викой. А брал машину на прокат и знакомился с девушками для приятного времяпровождения. А вскоре и вовсе узнал, что станет папой. После службы Кирилл женился, у него родился ребенок. Однако, это не помешало ему продолжать общаться с Викой. Они часто переписывались, разговаривали по телефону, а иногда молодой человек даже подвозил девушку после работы домой. Это все могло продолжаться бы и дальше, если бы в один прекрасный день о доброжелателе Вика не узнала о новоиспеченной семье Кирилла. А также о том, что она не единственная, кому он оказывает знаки внимания. В тот момент она твердо решила прекратить с ним всякое общение, так как разрушать чужую семью девушка была не намерена. Так пролетело полгода, а потом это неожиданное сообщение. Вика долго думала, отвечать на него или нет, но любопытство все же взяло верх. А может быть просто где-то в глубине души Вика все же надеялась и ждала этого момента. И вот он настал. После ответа на сообщение поступил звонок. Неопределенный номер был таким до боли знакомым. Это был Кирилл. Он сказал, что очень хочет с ней поговорить и предложил подружески забрать ее сегодня с работы и подвезти домой. Вика знала, что в личной жизни у молодого человека не все-то гладко. Поэтому решила, что звонит он ей не просто так. В прошлый раз девушка ясно дала понять, что общаться с женатым человеком она не будет. Так или иначе, она согласилась на его предложение. Пусть даже и для того, чтобы окончательно расставить все точки над «и». В семь часов вечера серебристый Мерседес Кирилла, подаренный ему обеспеченным отцом, подъехал к торговому центру, в котором работала Вика. Пунктуальная девушка, чтобы не заставлять парня долго ждать, спешно закрывает павильон, прощается с коллегами и вбегает на улицу. Несколько минут молодые люди стоят у машины и о чем-то разговаривают, затем садятся в нее и уезжают в направлении поселка Михоновичи. Однако спокойно пообщаться и обсудить важные вопросы по дороге, молодым людям мешал буквально разрывающийся от звонков мобильный телефон Кирилла. Как позже выяснится, до встречи с Викой парень отвез свою жену на занятия в автошколу. Однако те по какой-то причине закончили значительно раньше, и она стала звонить мужу, чтобы он ее забрал. Разумеется, на вопрос Вики о том, кто же так настойчиво пытается ему дозвониться, Кирилл предпочел солгать. Общение только-только стало налаживаться, а тут жена. Снова все испортит. Подумал в тот момент молодой человек и поставил телефон в режим «не беспокоить». Когда до Михоновича оставалось чуть больше километра, Кирилл вдруг затормозил. Это нисколько девушку не насторожило, поскольку до поселка рукой подать. Уже виднели знакомые дома, на протекающей неподалеку речке рыбачили люди. В конце концов, что могло случиться посреди бела дня? Поборцев предложил Вике выйти из машины и прогуляться вдоль дороги, чтобы обсудить их дальнейшее взаимоотношение. Девушка согласилась. Свидетели, которые видели в тот вечер гуляющую вдоль дороги молодую пару, позже скажут, что ничего подозрительного они не заметили. Девушка вела себя очень спокойно и явно не была против общения с молодым человеком. Спустя некоторое время молодые люди вернулись к автомобилю, так как Вике уже пора было возвращаться домой. Ведь завтра снова ранний подъем в 6 часов утра. Кирилл не стал ее уговаривать и настаивать на продолжении вечера. Он лишь предложил ей немного самой порулить. Для девушки, выросшей в многодетной семье среднего достатка, проехать за рулем дорогого автомобиля – настоящий подарок. Вика согласилась. Проехав несколько сотен метров, девушка остановилась, чтобы передать руль Кириллу. Но молодой человек не спешил пересаживаться на водительское сидение, так как у него на тот вечер были уже другие планы. Затащив хрупкую Вику на заднее сиденье машины, он стал грубо срывать с нее одежду, а затем, сильно сдавив шею, надругался над ней. Когда поборцев пришел в себя, то обнаружил, что девушка не дышит. В порыве страсти он ее задушил. В надежде, что Вика все еще жива, поборцев принимает попытки ее реанимировать. С этой целью он кулаками бьет по груди девушки и ладонями по ее щекам. Однако позже будет установлено, что телесные повреждения на теле Виктории Ясель – это не попытки привести девушку в чувство, а самое, что ни на есть обычные удары, которые преступник наносил во время совершения полового акта. Испугавшись наказания, поборцев решает скрыть следы преступления. Он переносит тело девушки в багажник и направляется в деревню Дубавляны, где проживает вместе с женой и сыном. Вооружившись лопатой, преступник направляется в сторону близлежащего поселка Большевик, чтобы там спрятать тело. Поборцев точно знает, что за кукурузным полем находится свалка, куда изредка наведываются лишь большегрузные машины. Подъезжая к запланированному месту, на обочине дороги он замечает две кучи с песком. Именно там он и останавливается, чтобы зарыть в песок тело. Разорванные вещи Вики, которые остались валяться в машине, поборцев собирают в охапку и разбрасывают в лесу. А затем, словно ничего страшного не произошло, садится за руль и едет в гараж к знакомым, помогать строить машину. Кирилл понимает, что за временем, проведенным в гараже, особо не наблюдают, поэтому и едет именно туда, чтобы в случае чего парни смогли подтвердить, что именно с ними поборцев находился в тот роковой день. А для того, чтобы наверняка отвести от себя все подозрения и сделать железное алиби, чуть позже преступник едет домой, забирает ребенка с женой, и они все вместе едут в гости к ее родителям с ночевкой. На вопрос супруги, почему он не забрал ее с автошколы и не отвечал на телефонные звонки, Кирилл как всегда врет. Мол, был очень занят в гараже, поэтому и не слышал, когда она звонила. Пока преступник наслаждается жизнью и отдыхом в гостях, родные Виктории Ясель не находят себе места. Они знают, что рабочий день у дочери длится до 7 часов. Если Вика после работы нигде не задерживается с друзьями, о чем она всегда заранее предупреждает, то дома она появляется в начале 10 часов вечера. Однако уже давно заполночь, а дочери все еще нет. Ее телефон выключен. Утром следующего дня, так и не дождавшись дочь дома, беспокойные родители звонят на ее место работы, но и там девушка не появлялась. Такое поведение Вике было несвойственно, и материнское сердце сразу почувствовало, что случилась беда. Не дожидаясь, когда дочь сама выйдет на связь, Ирина Ясель направляется в милицию и пишет заявление о пропаже человека. В этот же день, 21 августа 2014 года, оперуполномоченная группа выезжает на место проживания девушки в поселок Михоновичи, проводит опросы ее родных. Однако те уверяют, что не видели Вику со вчерашнего дня, так как после работы до дома она так и не доехала. Было решено отправиться на место работы девушки, так как именно оттуда и начиналась эта цепочка. Милиция полностью отработала весь рабочий день Вики, опросила ее коллег, и с их же помощью было установлено, что в тот злополучный день девушку с работы встречал молодой парень на серебристом Мерседесе. На записях с камер видеонаблюдения за 20 число действительно был зафиксирован некий молодой человек, с которым Вика в 7 часов вечера садилась в машину. По автомобильному номеру вскоре удалось установить его личность. Им оказался 20-летний житель деревни Дубавляна Кирилл Поборцев. Его вызывают в милицию. С виду молодой человек подозрения у оперативников не вызывал. На допросе вел себя сдержанно и естественно. Да и вряд ли, думали в тот момент следователи, молодой парень, который вот-вот женился и стал отцом, пойдет на преступление. Сам же Поборцев и не отрицал, что был знаком с Викторией. Молодой человек заявлял, что знает девушку не первый год, что раньше они дружили, и даже иногда, когда он бывал в Минске проездом, он подружески подвозил ее до дома. Согласно показаниям Поборцева, так было и в тот день. Он отвез жену в столичную автошколу. Затем позвонили друзья с просьбой помочь в гараже, и он, вспомнив о бывшей подруге, решил сделать доброе дело и подвезти ее по пути домой. Кирилл утверждал, что после того, как привез Вику в Михановичи, они еще некоторое время поговорили, после чего девушка вышла из машины, а он уехал. Сначала в гараж, а затем к родителям своей супруги. Так как никаких улик против молодого человека у следствия не было, его отпустили. Однако алиби парня решили проверить. В ходе беседы с друзьями, с которыми в тот день Поборцев якобы строил машину, следователями уделялось особое внимание эмоциональному состоянию Кирилла, его поведению. Так было установлено, что в гараж в тот день Поборцев приехал каким-то нервным и взбудораженным. А на вопрос «Что случилось?» отвечал «Все нормально». Все это выглядело очень подозрительно. Параллельно велась работа и по установлению местоположения мобильного телефона пропавшей девушки. Так было выявлено, что последний раз телефон пропавшей Вики работал в зоне деревни Дубавляны, а затем его сигнал оборвался. А ведь это та самая деревня, откуда родом ранее допрошенный Кирилл Поборцев. Чтобы развеять все сомнения, был проверен и его телефон тоже. Оказалось, что оба вышеупомянутых телефона работали параллельно в одно и то же время, сначала в Михановичах, а затем в Дубавлянах. Выходит, что Вика не пошла домой, как утверждал ранее на допросе Кирилл, а поехала вместе с ним. Но где же она тогда? Последней каплей, которая еще больше усилила подозрения милиции в причастности к исчезновению Виктории Ясель именно Поборцева, стала непрочитанная от него на странице у девушки в социальной сети ВКонтакте сообщение о 20 августа, в котором он писал «Извини, что мы с тобой не встретились, но ведь встреча все-таки в тот день состоялась». Кирилл думал, что он все просчитал, сделал себе алиби, подговорил друзей, написал это сообщение для отвода глаз, но он не учел самого главного, камеру на торговом центре. А ведь именно по ней милиция и вышла на след преступника. Имея на руках все доказательства, указывающий на причастность к исчезновению Виктории Ясель Поборцева, следователи решают еще раз вызвать его на допрос. Однако история неожиданно получает продолжение. В милицию обращается мужчина, который, прогуливаясь по лесу около поселка Большевик, нашел фотографию молодой девушки, на обратной стороне которой была указана фамилия Ясель и адрес ее проживания. Сомнений не было. Это та самая девушка, которую вот уже несколько дней безрезультатно ищет не только Минск, но и вся страна. Незамедлительно оперуполномоченная группа направляется на место находки, чтобы найти там и пропавшую Вику. Но вместо девушки были найдены лишь ее вещи. Разорванные и испачканные они указывали на борьбу, на то, что девушка от кого-то защищалась. Но где же она сама? В ходе последовавшего после этого допроса Поборцев больше не стал отпираться и согласился показать, куда спрятал труп убитой им Вики. При этом он клялся и уверял, что ни в чем не виноват, что сделал это случайно и по неосторожности. Однако в том, что это была именно четкая спланированность и расчетливость, а не случайность, как заверял задержанный, следователи ни на минуту не сомневались после того, как увидели труп. Убитая девушка была одета в короткое вульгарное платье и чулки, а на ее теле было множество телесных повреждений. Поборцев заверял, что Вика в машине сама переоделась в этот наряд, а затем предложила ему заняться любовью. Телесные повреждения он объяснял следующим образом. Мол, бил девушку по лицу ладонями и кулаком по груди в попытках ее реанимировать после удушения. Однако сила ударов явно не была направлена на помощь девушке. Родные и друзья Вики недоумевали, откуда могли взяться на ней эти вещи. Ведь Вика изредка носила платье и то не такого фасона. А чулков и вовсе у нее в гардеробе никогда не было. Даже если и допустить, что девушка добровольно и по собственной инициативе переоделась в машине, то зачем тогда позволила разорвать свои вещи, в которых была одета в тот день. Вопросов было больше, чем ответов. Однако судебно-медицинская экспертиза позволила расставить все точки над «и». Было установлено, что на момент совершения изнасилования, а это было именно оно, Вика была еще девственницей. Следы борьбы указывали на то, что девушка была против близких отношений в тот вечер. Но Поборцева это нисколько не смутило. Развалованный небедствующими родителями, с детства он привык получать всегда то, что хотел. Поэтому отказ Вики воспринял как вызов. Во время совершения полового акта он грубо хватал девушку за волосы, бил по лицу и душил. Последнее и стало причиной ее смерти. Осознав, что Вика мертва, преступник разбросал ее вещи в лесу, а ее саму переодел в платье с щелками и закопал неподалеку от свалки. К слову, кому эти вещи принадлежали, следствие установить так и не удалось. Как и не удалось выяснить, что послужило мотивом для совершения такого ужасного поступка спустя полгода отсутствия общения с Викторией. 28 августа 2014 года в городском поселке Михановичи проходит последний сбор волонтеров в память о погибшей Виктории Ясель. Люди несут цветы, зажигают свечи и не скупятся на слезы. Трудно поверить, что такой молодой, доброй, красивой Вики больше нет. 1 июня 2015 года в Минском областном суде состоялось слушание по делу убийства Виктории Ясель на скамье подсудимых давней знакомой девушки, который так и не признал до конца свою вину. Он продолжал настаивать, что совершил убийство по неосторожности. Судебное слушание по делу, учитывая интимные подробности преступления, было закрытым. И лишь во время оглашения судебного приговора журналистам было разрешено присутствовать в зале суда. Однако увидеть лицо преступника в полной мере им так и не удалось, так как подсудимый всячески старался его скрыть и не попасть в объективы камер. Суд признал Кирилла Поборцева виновным в совершении изнасилования и умышленного убийства Виктории Ясель и назначил ему наказание сроком 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме этого, суд также обязал Поборцева выплатить родителям убитой им девушки в качестве возмещения морального ущерба 300 миллионов рублей. Мать Вики, Ирина Ясель, с решением суда согласиться не могла. Женщина была уверена, что за такое жестокое преступление насильника и убийцу ее дочери должны были приговорить как минимум к пожизненному заключению. А вот адвокат подсудимого, Руслан Яковлев, напротив, счел наказание слишком жестоким. Согласно заявлению Яковлева, несмотря на то, что убийство действительно имеет место быть, оно было совершено его подопечным по неосторожности. А это максимум 3 года лишения свободы, но никак не 20. При вынесении приговора судом также было учтено наличие подсудимого жены и малолетнего ребенка. Но вот почему сам убийца, когда лишал жизни чужого ребенка, не вспомнил о своем сыне и не подумал о последствиях. В 18 лет жизнь только начинается. Впереди работа, семья, дети. Но, к сожалению, у Виктории Ясель всего этого не будет. Ради минутного удовольствия подонок забрал целую жизнь, разбив судьбы родных и близких девушки. Я отец Вики, погибшей Вики Ясель. Обращаюсь к вам, молодые девчонки, чтобы вы были, хорошо выбирали своих друзей, чтобы не садились по палам машины. Потому вот случай с моей дочерью доказал, хотя она села к другу. И что обращаюсь к поисковой группе «Ангел», МВД, что они искали в непогоду мою дочь. Большое вам спасибо. И еще обращаюсь к суду, чтобы он был справедливым, чтобы ничего такого не было, чтобы одна была только справедливость. Большое вам спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова